Все эти развивашки, развивающие программы. Видео у меня вышло про олигофренов в стадии дебильности и так далее. Сколько олигофренов вокруг нас. Это же не только внутриутробное развитие. Это еще и очень большая доля на это приходится неправильное питание после родов и соответственно воспитание ребенка. Вот эти вот все развивашки, которые якобы там игры развивающие, какие-то компании, которые дают развивающие игры, это все такая чухня, это все такая глупость. Там же для того, чтобы ребеночку нравилось, дают эмоции. Вот там играется. Ребеночку должно нравиться. Если нравится ребеночку, родители будут за это деньги платить. Если ребеночку нравится, не будет, родители не будут разбираться и не будут платить деньги. Это бизнес. Там в этих развивашках сидят какие-то малолетние сопливые девчонки, которые своих детей не имеют и которые ни черта не знают на самом деле не про развитие мозга. Развитие ребенка это развитие мозга. Развитие мозга это логика, это создание жестких логических связей нейронных в голове. А у нас либо эмоции, либо логика. Человеческий мозг так устроен. Спокойно, трезво, логически можно думать с холодной только головой. Нет других вариантов. Либо ты бегаешь и истеришь там, не важно какие эмоции положительные, отрицательные, там удивление, еще какая-то хрень. В таком случае никакого критического мышления не будет. Нет логики, нет логического мышления. И да, развитие это всегда нагрузки. Развитие это всегда нагрузки и это никогда не может нравиться. Если ребенку нравится, значит он там радостно деградирует вместе с остальными обезьянками. Вы спросите любого спортсмена, который достиг результатов. Ему нравились тренировки? Любой спортсмен, который достиг каких-то результатов, хотя бы даже просто кандидата мастера спорта вам скажет. Это, блин, пот, это мозоли, это... Нет, это не нравится. Это достижение результатов вопреки. Это приложение воли. Нет, это не нравится. Вот что такое развитие. И без разницы, спортивное развитие какое-то, еще развитие. Крайне мало тех, кому учеба обычная в школе, там в институте нравилось, заходило легко и ему прям вот дай-дай-дай. Это и по единице можно, наверное, таких посчитать. Всем остальным, всех остальных приходилось фактически заставлять учиться. Учить учиться в первую очередь. Это всегда родительский контроль. Еще ни одна Маугли не появилась самостоятельно. Вернее, Маугли как раз таки самостоятельные появляются. Еще ни одна Маугли человеком-то не стала. Здесь все то же самое. Поэтому Лига Фрейнов вокруг будет тем больше, чем будет всякой вот такой вот развивающей чухни, как сегодня я шел. Впереди идет молодой человек, ведет за руку сынишку 5-6 лет. Час, говорит, пойдем там на развивашке, там 40 минут будешь играть. Я про себя думаю, а ты чем будешь заниматься? В телефоне втыкать. Вместо того, чтобы со своим сыном, блин, прийти домой и что-нибудь там начать, да, мастерить своими руками. Кстати говоря, в городской квартире сложно что-то мастерить, да, а для развития мозга надо руками что-то делать, руками. У моего сына была потребность гвозди забивать. Ну и когда он был маленький, ему было 6, да, 6 лет. Мы были в своем доме, жили. Я ему дал брусок, я ему дал молоток, я специально купил гвоздей разный калибров. И он у меня заколачивал гвозди. Как хотел в этот брусок. Когда один кончился, я ему дал другой. Он забивал разные гвозди, разными молотками пробовал. Попадал по пальцам, плакал там, ныл, безрайон. Да это нормально. Сдон научился. А потом он у меня пилил ножовкой. А потом, когда он понял, что такое ножовочное полотно, и что бывает, когда им попадаешься по пальцу, по руке, тогда я ему доверил электрический лобзик. Вот. Там, конечно, была почти минус одна табуретка. Ну, что теперь? Зато ребенок научился пользоваться инструментом. Начал понимать, что, куда, как надо смотреть. Это развитие. А не то, когда какая-то малолетняя что-то там... И, соответственно, когда он пришел в техническое моделирование во дворце пионеров, там преподаватель, да, сразу отметил, что он умеет, он может, он понимает. Потому что я ему объяснял это все как, что, зачем, почему там, с чего начинается, к чему идет. У него там лучше всех получалось, да, все правильно. Потому что он уже понимал, что он делает это развитие. А если ребенка не учить самостоятельно, он будет только деградировать. Когда ребенок рождается, у него в голове, на самом деле, огромное число нейронных связей, больше, чем у взрослого. Больше, чем у профессора, академика и так далее. Очень много. И в последующие годы жизни остаются, остаются только те, которые востребованы. Если вы будете оставлять востребованными только те, которые отвечают за развлекалки, у вас вырастет идиот, который любит развлекаться, который ни черта не умеет. И вам будет очень сложно его чему-то научить. Так что, верно, дорогой идем, товарищи, верно? С нынешней системой образования растут маукли.